Здравствуйте, уважаемый телезритель! В эфире программа «Актуальное интервью» и веду я сегодня Якульна Раситикова. И мой собеседник сегодня – начальник социальной молодежной политики и спорта администрации района Альбина Саляхова. Здравствуйте! Расскажите нам, что уже сделано в районе за этот год. Работа учреждений молодежной политики и спорта, как, наверное, и у всех в связи с пандемией коронавируса, разделилась на до и после. Если начало 2020 года для нас было насыщенным на различные мероприятия, мы провели и День студента, и встречу со студентами в городе Ижевск, провели молодежные фестивали, молодежный форум, молодежь инвестиций в будущее, то с конца марта ситуация изменилась. После того, как отменили все спортивные и культурные мероприятия, мы запустили онлайн-конкурсы, проводились фотоконкурсы, проводились зарядки с нашими тренерами по утрам, марафоны, квесты. То есть в любом случае для населения нами организовывались мероприятия, население активно участвовало в нем, были победители, они награждались онлайн-дипломами, грамотами. И меня как руководителя очень радует тот факт, что наша молодежь во время пандемии коронавируса не осталась в стороне, не осталась равнодушной. И, как сейчас принято говорить, была она передовой. Здесь мы действительно почувствовали единство и сплоченных всех в борьбе с COVID-19, в желании помочь людям, в том числе пожилого возраста, которые нуждались в нашей помощи. И пандемия, и вот эта эпидемия, она показала, что в нашем районе действительно очень много неравнодушных людей, готовых протянуть руку помощи и пожилым людям, и в большинстве из них, конечно же, это была молодежь. Во Дворце молодежи действует творческая волонтерская ячейка РОМДД вместе. Наши волонтеры являются организаторами многих мероприятий против ТБК-курения, наркомании и пропаганды здорового образа жизни. Организуют круглые столы, флешмобы, развлекательные программы, игры. Также при Дворце молодежи у нас есть волонтеры Победы. Работают они не только 9 мая, а в течение всего года. Ведут они поисковую деятельность. Также помогают в благоустройстве памятных мест, организуют различные акции. Одна из них — это Георгиевская ленточка, одна из значимых акций. С началом пандемии в конце марта также на базе Дворца молодежи был создан штаб, волонтерский штаб по борьбе с коронавирусом. Наши волонтеры оказывали помощь пожилым людям и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации в связи с пандемией. Приобретали товары первой необходимости, продукты, лекарственные средства. И также вот недавно у нас прошло голосование. Там наши волонтеры, уже волонтеры Конституции, также принимали активное участие. В день голосования они обеспечивали безопасность голосующих на избирательных участках. Если говорить о пандемии, какое количество заявок примерно было принято? Насколько вообще потребность была высокая в районе? Всего за период работы волонтерского штаба по борьбе с коронавирусом поступило и было обработано более 600 заявок от нашего населения. Помимо этого волонтеры помогали в раздаче продуктов по трем акциям, которые проходили как в России, так и в республике нашей. Первая, это продуктовые наборы были по акции «Мы вместе». Вторая, это акция была от партии «Единая Россия. Наша забота». И третья акция под названием «Вам родные» была оказана помощь ветеранам, где также наши волонтеры помогли в доставке этих продуктовых наборов. Данные акции продолжаются и буквально на днях мы еще ожидаем по линии «Единой России» наша забота, продуктовые наборы. Помимо этого наши волонтеры являются постоянными участниками акции «Маска в помощь», которые проходят как в республике, так и в нашем районе. Всего нашими волонтерами было роздано около 15 тысяч масок за этот период. В первую очередь данная акция «Маска в помощь» была направлена на людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, беременные женщины, люди старше 65 лет, дети, ну и, конечно же, те, кто находился на улице без маски, в том числе и в автобусах наши волонтеры раздавали, предлагали маски и напоминали о том, что ношение маски является обязательным. Пандемия сказалась на работу многих организаций, в том числе и кинотеатра «Нефтяник». Когда планируется его открытие? Первоначально кинотеатр планировалось открыть вот уже буквально на днях, 15 августа, но, учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, было принято решение отложить открытие кинотеатров на 1 сентября. И важнейшим условием возобновления работы кинотеатров станет необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Мы ориентируемся на рекомендации, которые данные распотребнадзором, данные рекомендации пришли к нам, были спущены нам еще в конце мая, и основными требованиями, которые там прописаны, являются соблюдение социальной дистанции 1,5 метра, у посетителей должны быть обязательно маски, медицинские маски, продажа билетов должна быть бесконтактной, кинотеатры должны быть оснащены антисептическими средствами, и между кинопоказами должно пройти не менее 30 минут, для того, чтобы была возможность провести дезинфицирующие мероприятия. Все, что от нас требуется, все закуплено, мы подготовились, предусмотрели возможные риски, и ждем разрешения на открытие. Как вообще за это время, время пандемии, как сейчас проходят мероприятия, связанные со спортом? Как он развит в нашем районе? С 29 июля наши учреждения спорта были открыты после пандемии. Наши тренера, инструкторы приступили к своей деятельности. Отрадно, что на сегодняшний день у нас более 44% населения регулярно занимаются физической культурой и спортом, то есть посещают кружки, секции. Это взрослые и дети в том числе. В спортивной школе, обучающиеся наших школ, занимаются в секциях волейбола, мини-футбола, баскетбола, с удовольствием посещают крэш, плавание, шахматы, греко-римскую борьбу. Для взрослого населения на сегодняшний день есть возможность заниматься армрестлингом, жимом, штангем, настольным теннисом, волейболом, баскетболом. Есть группы здоровья для людей с ограниченными возможностями здоровья. Но самой популярной среди взрослых в последнее время стала у нас скандинавская ходьба и лыжи. Отрадно, что в районе есть трудовые коллективы, до которых спорт и приверженность здоровому образу жизни становятся нормой. Стоят на первом месте, может быть, даже это коллективы у нас уже КХ, ЦРБ, Рентранспорт, ЦКОМО, Башкомэнерго, электросети, детские сады. С нового спортивного сезона 2020-2021 мы вводим также систему рейтингования и для сельских поселений. Таким образом, к следующему сезону мы сможем назвать лучшие сельские поселения, которые активно принимают участие в физкультурно-спортивной жизни района и тем самым вовлекают своих жителей к занятиям физической культурой и призывают вести здоровый образ жизни. Рейтинг будет определяться по доле населения сельского поселения, вовлеченного в спортивные мероприятия, в том числе в сдачу норм ГТО. И вот еще момент по поводу спорта. Сейчас какие-то ограничения есть? То есть человек, который пришел заниматься в каком-либо направлении, то есть это социальное дистанцирование или обработка, что он должен соблюсти? В спортучреждениях, так же как и в учреждениях молодежной политики, соблюдаются все нормы. При входе в учреждения у посетителя обязательно измеряют температуру тела с занесением данных в журнал регистрации. Обязательно посетители у нас приходят в масках с соблюдением дистанции, социальной дистанции. И полтора метра оборудования после каждого посетителя обрабатывается в обязательном порядке. Проводится проветривание помещений. И у нас на территории физкультурно-оздоровительного комплекса имеются тренажеры, комплекс тренажеров, которые также каждые два часа обрабатываются дезинфицирующими средствами. Когда планируется открытие бассейна? Работа бассейна также была с конца марта прекращена в связи с пандемией. Но сейчас, в новом спортивном сезоне, мы планируем открываться. Мы также готовимся к открытию. Проведены ремонтные работы косметические. Более того, в связи с участившимися случаями гибели людей на воде, на основании указа главы республики и решением руководства нашего района было принято решение о том, что наши дети должны научиться плавать. И сейчас совместно с управлением образования мы составляем график, по которому дети всех образовательных учреждений, которые не умеют плавать, будут посещать плавательный бассейн на каждого обучающегося запланировано 6 занятий. И к концу 6 занятия с детьми будет проводиться контрольное тестирование, где будет выявляться, сумели ли мы научить ребёнка плавать. Но держаться на воде мы должны научить всех детей. Примерно когда планируется, из какого возраста дети будут участвовать в данной программе? Будут участвовать дети с 1 по 11 класс, абсолютно все. Управлением образования было проведено анкетирование, опрос родителей, где было выявлено почти 60% детей, которые у нас не умеют плавать в нашем районе. И именно вот с этими детьми будут проводиться занятия. Получается, в день у нас будет проходить 90 детей. И теперь для нас самое главное, чтобы пандемия не помешала нам воплотить данные планы в жизнь, в реальность и тем самым научить наших детей плаванию. По поводу также начала нового учебного года, когда планируется открывать кружки спортивные для детей? Спортивный сезон, так же как и в школах, у нас стартует 1 сентября. Все секции будут также проводиться с учетом всех санитарных требований. Секции у нас уже начали свою работу с 29 июля. По 12-15 детей у нас занимаются в секциях, в частности волейбол, баскетбол, футбол. У нас секции работают. Что касается самих секций, тех тренеров, которые работают, расскажите немного о них. Если посмотреть на цифры, то больше всего детей у нас занимаются мини-футболом, волейболом, баскетболом и легкой атлетикой. С большим увлечением ребята у нас занимаются у тренера Хакимова Зимфира Бахтигоревича, Юсупова Ильдара Альбертовича. Популярен волейбол и всегда у нас здесь есть результаты. Есть всегда желающие заниматься у тренеров Кадыровой Ларисы Александровны и Мамова Мазита Фаузиевича. Это в итоге, как я уже сказала, сказывается на результативности. И с различных соревнований у нас наши волейболисты без наград не приезжают. Большой интерес у ребят, у мальчиков и девочек вызывает плавание. Здесь также, наверное, заслуга наших тренеров, которые работают в бассейне. Это Людмила Григорьевна Шая Ахметова, Вазидинова Ильдарья Боязитовна и Баудинов Николай Алексеевич. Они действительно прививают любовь к плаванию. Дети с удовольствием ходят и тоже очень результативно выступают на различных соревнованиях, в том числе республиканских. Но на сегодняшний день у нас есть нехватка тренеров. В частности, нам нужен тренер по художественной гимнастике и по шахматам. Но отрадно, что наши воспитанники спортивной школы города Инаул, окончившие профильные учреждения, они возвращаются к нам в район. И по возвращению продолжают работать в сфере физической культуры и спорта. В родном районе, в частности, у нас Шараев Владислав, он тренер по лёгкой атлетике. Шая Ахметова, Милёша, работает инструктором тренажёрного зала. И мы надеемся, что также наши выпускники спортивной школы, они также будут к нам возвращаться и продолжать работу в данном направлении. Как вы вообще оцениваете, вот этот период пандемии, он сказался на активности жителей в участии спорта, вообще в физической форме Инаулцев? Данный факт отмечают наши тренеры, к которым возвращаются потихоньку наши воспитанники, наши дети. И они воочию видят результат пандемии, что как бы мы онлайн не проводили мероприятия, как бы мы ни старались, если зайти в наши группы, ВКонтакте посмотреть, даже плавание наши дети, они на месте не сидели, они всё равно занимались. Но одно дело заниматься дома самостоятельно, другое дело работать в оффлайн-режиме со своим тренером. Да, действительно, нам есть над чем работать, и даже с двойной силой. Наши ребята, они молодцы, они не ленятся. Если посмотреть даже вот на территорию ФОКа, легкоатлеты наши, они с утра, 7 часов утра, они уже бегают, и до позднего вечера занимаются. Отрадно, что даже самостоятельно приходят, занимаются. До конца этого года у нас обновится хоккейная коробка по улице Некрасова, 5. Возможным это стало благодаря программе поддержки местных инициатив. 7 августа состоялись конкурсные процедуры на определение поставщика в спортивной коробке. Поставщик на сегодняшний день определён. В ближайшее время мы надеемся, что начнутся работы по установке, и наши жители смогут пользоваться новой хоккейной коробкой. Объём финансирования из республиканского бюджета составил 1 миллион рублей. Если говорить о комплексе ГТО в труду и обороне, как обстоят дела в нашем районе? Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп от 6 до 70 лет и старше установленных нормативных требований по трём уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовым знаком отличия готов к труду и обороне. Если в рейтинге ГТО среди всех муниципальных районов мы смогли улучшить свои результаты и заняли 11 место, то по итогам первого полугодия 2020 года наш район поднялся на 5 место. Это очень радует, это говорит о том, что наше население, оно действительно занимается, оно действительно хочет достичь результатов и достигает этих результатов. Здесь огромная благодарность в том числе и нашему центру муниципального тестирования и образовательным учреждениям. Как только возобновилась работа наших спортивных учреждений, учителя физкультуры школ, инструктора по физической культуре детских садов привели своих воспитанников для того, чтобы они смогли доздать те нормативы, которые ещё были не сданы. И сейчас также эта работа продолжается, к нам приходят коллективами, с завтрашнего дня у нас начинают сдавать, также с соблюдением всех санитарных норм, ещё один коллектив. И думаю, что к концу года у нас также будут результаты, хотелось бы, чтобы они были хорошими. Так как результативность сдачи ГТО, она влияет на общий рейтинг наш при подведении итогов года, поэтому призываем руководителей всех учреждений принимать активное участие, приводить свои коллективы, сдавать нормы ГТО и стремиться к здоровому образу жизни. Время нашей передачи подошло к концу. Спасибо за беседу. И напоминаю, на мои вопросы сегодня отвечала начальник отдела социальной молодёжной политики и спорта администрации района Альбина Саляхова. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Двадцатого августа в Янауле ожидается пасмурная погода, ветер северо-западный 6-7 метров в секунду, атмосферное давление 74 миллиметра штукного столба, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 12, днём плюс 13, плюс 15. По данным ЧС в республике ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный 3,6 метров в секунду, ожидаются пары ветра до 17 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 12, плюс 11, днём плюс 11, плюс 14. Согласно лунному календарю, каждый день особенный. В аптеках Фармленд тоже есть свои особенные дни, дни большой выгоды. 20 августа в аптеках Фармленд. Скидки от 15 до 20% на всё. Экономь с Фармленд. У природы нет плохой погоды. Утепляемся с находкой. Носки мужские 24,99, галоши 89,99, кеды детские резиновые 399,99, сапоги резиновые мужские 229,99. Срок акции до 31 августа. Цены в рублях. Подробности у продавцов. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждём коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Янаульскому телевидению требуется корреспондент в отдел музыкальных поздравлений. Требования – высшее образование, грамотная речь, хорошая дикция, знания татарского и башкирского языков. Справки по телефону 50402. Ты живёшь в современном, быстро изменяющемся мире. Мы придумали и освоили сложнейшую технику, покорили космос. Однако иногда мы не можем преодолеть психологические трудности. Сегодня людям всё сложнее общаться между собой, со сверстниками, родителями, близкими людьми. Не нужно замыкаться в себе. Не стоит избегать проблем. Необходимо их решать. В рамках проекта «Крепкая семья» работает единый телефон доверия по оказанию профессиональной психологической помощи. Телефон действует круглосуточно, анонимно, бесплатно на всей территории Республики Башкортостан по номеру 8 800 70 00 183. Не уходи от проблем. Решай их. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин